Как уповать на Бога Какие шаги мы должны предпринимать, чтобы это упование приносило нам результаты Вообще Библия призывает к упованию много раз И когда мы говорим об уповании и говорим о Библии То конечно сразу же здесь напрашивается такой вывод Что это говорится к верующим, что верующие уповают на Бога Они верят в Бога, читают Библию И Библия призывает уповать на Бога Но по жизни мы видим, что уповают на Бога разные люди Верующие и неверующие Когда у них не остается других вариантов Уповают на Бога иногда в разных трудных ситуациях Люди бедные и богатые Образованные и не очень Здоровые и не очень В разных ситуациях Когда-либо, хотя бы один раз в жизни Я уверен, вам пришлось Уповать на Бога Упование Если поговорить на вопрос, что это такое Что такое упование То Русский словарь Толковый, он говорит о том, что упование Это то же самое, что надежда Когда человек надеется на что-то Или надеется на кого-то С целью, чтобы получить помощь Успех Или решение проблем Интересно, упование нельзя купить за деньги Упование нельзя занять у соседа Упование Это процесс Это еще одна важная часть определения Этого слова Но это определение нам не очень нравится Почему? Потому что процесс включает в себя Неопределенный отрезок времени Когда мы уповаем на Бога То, естественно, мы ожидаем от Бога помощи Но мы не знаем, когда она придет И вот в этом процессе ожидание И это и делает нас зависимым от Бога Очень-очень сильно Например, в Библии есть Библия — это Слово Божье, которому мы доверяем Есть написано несколько таких вот Таких очень знаменитых мест из Писания Например Ищите и найдете Стучите и отворят вам Просите и дано будет вам Вопрос Что общего во всех этих трех местах Писания? Общего есть то, что в каждом из них Нигде не сказано Сколько просить Сколько стучать И сколько ждать Правда, было бы намного легче Если бы написано было Ну, постучи три раза Ну, помолись семь раз Ну, возьми пост Семь дней Ну, какие-то конкретные действия Определенное время И все понятно Все просто и все решаемо Но почему-то в Писании написаны Указания, но не определено Это временем Конкретно Сколько же ждать Сколько просить И сколько стучать И вот этот процесс Неопределенного времени Это и делает нас, людей Очень зависимыми От Бога И это есть часть Определения Что такое упование Это процесс Когда мы просим И ожидаем У Бога помощи Упование часто подвергается Критике, сомнению От разных людей Которые приводят нам факты Реальность Проблемы раскрывают Мы начинаем сомневаться Иногда люди требуют Какого-то отчета В уповании И, кстати, Слово Божье Говорит, что каждый верующий Который уповает на Бога Должен быть готов Дать отчет И объяснение Своему упованию Почему он на Бога уповает? Вспомните Как вы В вашей жизни Когда-либо Уповали на Бога У меня несколько для вас Вопросов на Размышления Первое Уповаешь ли ты на Бога? Второй вопрос Допускал ли ты мысль Что ты неправильно Уповаешь на Бога? Как верующий человек Вот уповаешь Вроде бы уверен Уже много лет Но Думал ли когда-либо Что, возможно, я уповаю на Бога Неправильно? И следующий вопрос Когда Обычно люди Уповают на Бога? Вот с этими вопросами Мы с вами попробуем И Разобраться На практике Я скажу сразу Что люди Уповают на Бога Тогда, когда беда Когда горе Когда безвыходность Когда проблема Очень большая Хочется сказать Что даже верующие люди Которые верят в Бога А потом мы Еще знаем 911 Нужно позвонить Если сильно больно И сильно трудно Вызываем скорую помощь Ну и так далее Я вот своих детей Учу Что нужно делать Во время кризиса Но их в школе научили Они отвечают Call 911 Звони в 911 Но я их пытаюсь научить Детки Да, звонить можно Но в начале В самом начале Самое первое Я их стараюсь учить так Не паникуй Второе Помолись Богу Помолись Богу Это первое Это самое важное Помолись Богу Хотя бы коротко В уме В голове А потом звони 911 Это должно быть нашим Для верующих людей Первое Это должно быть Видимо Не только для нас Для окружающих И для Бога Что ты уповаешь на Бога Не на словах А на делах По жизни Это видят твои дети Это чувствует Духовный мир И это знаешь ты Что упование на Бога Для тебя Это первый вариант Не десятый Но первый Это умышленный Выбор И решение Написано в Библии Вот что Псалом 33 Девятый стих Вкусите и увидите Как благ Господь Блажен человек Который уповает На него С одной стороны Мы понимаем Что если люди Уповают на Бога Во время кризиса То эти люди Бедные и несчастные Библия дает Другое Немножко определение Блажен человек Который уповает На него Блажен Означает Благословен Или доволен Счастлив тот Кто на Бога По-настоящему Уповает Ну вы скажете Ну я вроде бы Тоже уповаю Но на самом деле У людей есть Много других Выборов Вариантов И методов Часто Когда приходит Кризис Или беда В жизни человека Чаще всего Реакция Это паника Это крик Это Ну разные Такие Правдивые методы Но здесь Библия говорит нам Если вы знаете Английский язык Написано Блажен Кто уповает А по-английски В New King James Version Написано Благословен Тот кто находит Убежище В Боге Слово Refuge Это убежище Это укрытие От опасности Когда человек Проходит Какой-то кризис И он его решает Ни эмоциями Ни громкостью Ни языком Ни криком Ни паникой Но он ищет Сразу убежище И он предлагает Муж и жена Мне дай 15 минут Мне надо укрыться В убежище А что делать там? А там спокойно Помолиться Богу Которому ты уповаешь Открыть слово На которое ты надеешься Что оно тебе Что-то проговорит И скажет И укрепит твой дух И вопрос неожиданный Как часто мы это делаем Во время кризиса Как часто Когда к нам приходит Паника Или большая скорбь Или беда Мы говорим Стоп Мне нужно пойти в убежище Прямо сейчас Сразу Не тогда Когда мы осознали Что мы сказали Как мы это все Громко сказали А сразу Наш первый выбор Это убежище В Боге Сознательный выбор И решение Вы скажете Ну уповать на Бога Я уже пробовал Ничего не меняется Я уже 10 лет Уповаю на Бога Мои проблемы не решились Вот почему здесь написано Вкусите По-английски Taste Что это значит? Это значит Попробуй Правда у вас бывало такое Когда вам предлагают Что-то и говорят Ну попробуй А ты Не хочу Вот иногда своим детям Говорю Ну на возьми Попробуй Ну не хочу Кривится Ну попробуй Ты же еще по-настоящему Никогда не вкусил Не понял Что это такое Если ты думаешь Что ты уповал на Бога То сегодня мы попробуем С вами разобраться Что многие верующие И я был первый из них Который долгие годы Уповал на Бога И думал Что уповаю правильно Но понял Что это было Неправильное упование Это было мое определение Это было мое мнение Но совершенно не библейское И сегодня каждый сможет Себе задать этот вопрос Правильно ли я Уповаю на Бога И вот почему здесь написано Вкусите Попробуйте Новый уровень Что такое по-настоящему Уповать на Бога Вы знаете, друзья Я верю, что когда человек Делает такой сознательный Выбор и решение То это очень важно Не только для самого человека Но в духовном мире Это очень важно Вы знаете, что упование Часто, когда люди говорят И уверены в том Что они уповают на Бога Когда вы посмотрите На их состояние А мы с вами уже признались В том, что люди уповают на Бога Чаще всего Не просто всегда А когда очень больно И очень тяжело Если человек проходит Такой именно период в жизни То вы согласны Что часто этот человек унылый Очень разочарован Бывает Иногда он в депрессии Он просто подавлен Тоска Уныние Печаль А здесь Библия говорит Блажен Кто уповает на Бога Значит, где-то нестыковка Что-то неправильно Либо твое состояние Неправильно Либо то, что ты называешь Упованием Вообще не соответствует И нужно спросить вопрос Очень такой прямой Как называется То состояние В котором ты находишься сегодня Обычно ты отвечаешь Я уповаю на Бога Но вся твоя внутренность Твое настроение Кричит о другом Твое поведение Твое лицо Все говорит о противоположном Потому что Библия говорит Тот, кто на Бога Уповает По-библейски Он блажен Он блажен Это да Сверхъестественно Да Это ненормально Вот почему это Возможно Верующим людям Которые уповают на Бога Проходят кризисы И штормы в жизни И они при этом Могут быть Позитивны В духе Мы же В нашей церкви Знали таких людей Они среди нас ходили Смерть смотрела им В глаза Но у них был Позитив И радость Это упование Другого уровня Вот это и Библия Называет Настоящим блаженством Блаженны Благословены Такие люди А остальным Нам нужно просто признаться Что значит Мое состояние Упование на Бога Оно не есть Оно не соответствует Писанию Это возможно Что-то наподобие Упования Библейского Это что-то очень близко К этому упованию Но это не есть То настоящее Библейское упование О котором Учит Нас Писание Вы знаете Друзья Исаии 30 30 глава 15 стих Написано Так говорит Господь Оставаясь на месте И в покое Вы спаслись бы В тишине И уповании Крепость ваша В тишине И уповании Крепость ваша Давайте еще раз В тишине И уповании Крепость Сила Ваша В духе вашем Новый перевод Написано Ваша сила В надежде И В тишине Очень интересно Это не означает Что Нельзя вылить Нельзя ничего говорить Нельзя вылить душу Человеку Или нельзя Что-то сказать Богу Потому что Здесь призыв к тишине Здесь идет речь О другом Здесь очень тонкий Но глубокий Глубокий намек Это тишина в духе Тишина в духе Когда там не штормит Когда там молнии И гром не гремит Когда там зло Не разрывает Когда там Осуждения нет Когда там мир Покой Тишина Там нету негатива Ропота Вот это тишина И упование Равно крепость Сила Наша А что нас лишает силы Написано тут же В этом же месте Писания Крик Гнев Негатив А что дает силу И крепость Тишина В духе И упование На Бога Крепость И сила Но там Заканчивается Это место Писания Сказал Там написано Видите Но вы Не хотели Хочется сразу кричать Это не про нас написано Это не про меня Правда Мы Мы именно так Действуем и живем Тишина и упование Евреям 10 глава 35 стих Написано И так Не оставляйте Упование вашего Друзья Здесь это предупреждение Для всех Кто думает Что он на Бога Уповает Здесь написано Очень ясно Что есть шанс Что ты его оставишь Есть риск Что ты перестанешь Уповать на Бога Хоть ты и называешься Верующими И все знаешь И всю теорию знаешь Но приходят моменты В жизни Когда ты его оставляешь Разочаровываешься В Боге В людях В разных ситуациях И Слово Божье Говорит сегодня тебе Не оставляй Упование Пусть это будет Твоим выбором Твердым решением Приведу вам Один пример Из Библии Это написано О Давиде 1 царств 30 глава Написано о том Что Пришли враги И он переживает Большую скорбь Сожгли город Секелаг Забрали в плен Его жен Детей Все имущество Все потеряно Все сожгли Это я думаю Проблема большого уровня Если вы можете Сравнить сейчас Свою проблему Вот с его проблемой Все что вы имели Дом сгорел Машины Банк Все пропало И детей и жены нету Киднапт Действуйте И написано Очень интересное Событие Написано в Библии Что Оно подчеркнуто У вас на экране Что Давид Укрепился Надеждой На Господа Вопрос Как Вопрос Что он Сделал Ответ Он еще Ничего Не сделал Никаких действий Никаких звонков Никакой Никакой Акшен Не был Потом В Писании Мы видим Потом были действия Потом Давид Гнал Потом Давид Догонял Но в начале В пик кризиса Написано Давид Укрепился Надеждой На Господа Как это Как это работает Где же взять Эту силу Интересно Что пришла сила До того Как он начал Звонить знакомым Пришла вот эта Тишина И утешение До того Как он начал Что-то действовать Это не значит Что если ты уповаешь То тебе ничего Не надо делать Но вопрос Вот видите Порядок Вот видите Последовательность В начале Уповай на Бога Вот почему Первый пункт Кажется такой банальный Выбери Решение Уповать на Бога И вот в этом решении Вот в этой твердости Вот в этом выборе Сознательном Вот в этом уровне Который возможно Для нас незнаком И происходит Укрепление На уровне Духа и сердца Написано Он укрепился В надежде На Бога А потом Он пошел И начал спрашивать Божью волю Это еще один Глубокий уровень Когда мы проходим Кризис Господи А может быть На это и есть Твоя воля Он спросил Господи Догонять ли мне Что мне нужно делать В этой ситуации Видите Как много полезных уроков Вот когда мы На практике Проходим Упование на Бога И вот этот вот Процесс Он дает нам силу Когда мы На Бога Уповаем Как первоисточник Первый Сознательный выбор И решение И нам возможно Стоит признаться Что часто Во время кризиса У меня разные варианты И потом Со временем Я приду К выводу Что нужно На Бога уповать Потому что Других вариантов Не осталось Просто не осталось Но когда мы Это делаем Первым твердым Решением Написано Пришло укрепление Укрепление От Бога Итак, друзья Выбор и решение Это первый шаг Твое внутреннее состояние Когда ты Довольный И спокойный Это показатель Твоего настоящего Упования на Бога Пункт номер два Что должен делать На практике Человек Который уповает На Бога Это Служи Людям Вам скажется Такой кажется Ну не подходит Сюда этот пункт И он вообще Не вкладывается В это определение Как уповать на Бога Но посмотрим С вами вместе Как вы думаете Друзья Когда вот вы Уповали на Бога В вашей жизни Кому это приходилось Делать Что в этот период Люди обычно делают Когда мы уповаем На Бога Скорее всего Мы Наверное молимся Кто-то Берет пост Мы молимся Мы постимся И мы ожидаем В терпении Аминь Братья и сестры Мы молимся И мы ожидаем А вот что написано В Писании Это очень Такое яркое определение На практике Как уповать Псалом 36 Третий стих Уповай на Господа И Делай Уповай на Господа И Делай Уповай на Господа И обязательно Делай Делай добро Живи на земле И храни истину Вы знаете Это Это место Писания Часто не сходится С практикой В моей жизни Ну что-то Ну что-то Я не имею ввиду Крайние Какие-то случаи Но когда человек Попал в большую Проблему Беду И он потом Пришел в себя И он занимает Как на Бога Уповает И уверен Что уповает Правильно Только он Очень пассивный Очень пассивный И он нарушает Божье определение Что такое Упование на Бога Потому что Человеческое определение Это Уповай и жди Уповай и ожидай Уповай, молись и ожидай И это правильно Но это только одна сторона Медали А другая сторона Написана в Библии Очень ясно Уповай и делай Опа А я думал Что делать должны Только те У которых проблем нет Нет проблем То они и делают А у меня проблемы есть То я и не делаю А здесь написано Уповай и делай Делай Так подождите Так мне же тяжело Вот в этом и есть секрет Настоящего Божественного упования Вот в этом и есть вопрос Возможно ли ты Уповаешь на Бога Неправильно Возможно уже много лет Ждешь ответа От Бога А его нет Потому что ты Уповаешь по-своему А вот как написано в Библии Уповай и делай То есть, друзья Христианский образ жизни Это всегда активный Всегда активный Не пассивный Но активный И когда я призываю Людей в церкви Друзья Нам нужно служить Нам нужно в церковь Не просто ходить А нужно людям служить Одна из моих целей Это чтобы В следующем году Пустить списки По всей нашей церкви И дать возможность Каждому верующему человеку Записаться Хотя бы Один раз в год На одно мероприятие Куда вы сможете Прийти и послужить Руками Своими Физически Что-то сделать Хотя бы Один раз в год Потому что Друзья Я верю Что уповают На Бога все Но чтобы пришли Результаты Нужно еще Что-то и делать Но не для себя Делать другим Ближнему Уповай И делай Не что попало Делай добро Добро людям Это простой призыв К служению Замечай Нужды Других людей Стань Живым Членом Церкви Живым В организме В теле Вы знаете Что Возможно У вас Кажется У вас есть Причины Почему Не делать Почему Не уповать И почему Не быть активным Я вам приведу Пример Одного Австралийского Проповедника Вы наверное Знаете его Ник Вучич Если можно Его фотографию Это человек Родился без рук И без ног С рождения Калека Инвалид У меня к вам вопрос Как вы думаете Он уповает на Бога? Подумайте хорошо Мне кажется Больше чем ты и я Ну правда У тебя хоть руки есть На что можно уповать Да и ноги еще носят А у него ни рук Ни ног Правда Наверное он уповает больше Чем ты и я Второй вопрос Как вы думаете Он уповает на Бога Ну так как сказать Давайте представим Себе что он уповает Неправильно Как это неправильно Это значит Он ничего не делает Просто пассивная Христианская жизнь Эгоистичная Пассивная Стабильная Но пассивная Как вы думаете Мы бы его простили За то что он Уповает на Бога Неправильно Не по-библейски Друзья подумайте Хорошо Простили бы или нет Давайте простим Пожалуйста Давайте простим Человека За то что он Неправильно Возможно Уповает на Бога Ничего не делает Но я думаю Что вы Кто Хоть раз Я думаю Видел его в интернете Это человек Очень активный Он ездит По всему миру В разных странах Бывает Не просто На экскурсии А он Людей вдохновляет Вдохновляет Вот это вот слово Я специально Его не случайно назвал Вдохновляет людей Уповать на Бога Он проповедует И кажется Нек У тебя же есть Миллион причин Обидеться на Бога Ну почему ты Из миллиона Родился таким Ну почему ты Такая судьба Почему Ну хотя бы Одну руку Оставил бы Ну ни рук Ни ног Ну как ты Так можешь Уповать на Бога Где ты это взял Скажи Какому Богу Ты веришь Какую Библию Ты читаешь Почему твои глаза Светятся А у меня Руки и ноги Я давно Раздавлен Внутри Давно Поддавлен Одно название Что я верующий Я сам устал От этой фразы Что я на Бога Уповаю Результаты Пользы Жизни Нет А у него Она откуда Вот друзья Уповай И Делай Добро Вот где приходит Жизнь Уповай И действуй Делай Если он Калека Может это делать Еще один Пример Николай Виктор Куриленко Вы знаете Этого Брат Он много раз Приезжал к нам В церковь Преподавал Учил у нас В миссионерской школе Он слепой На оба глаза В детстве Выбили один глаз Потом Второй глаз Так несправедливо Представляете Судьба Ну ладно бы Один глаз выбили Два Родился зрячим Сколько причин Обижаться на Бога И Все это Ваше Упование Все это Говорит И вот он Друзья Если бы он Уповал на Бога Молча Сидя Лежа Мы бы его Пришли бы с Писанием Вы что Брат Виктор Как это вы уповаете На Бога Лежа Сидя Написано Уповай и делай А вы ничего не делаете А вот он Вы свидетели Да Ездит по разным Странам мира Служит Проповедует Имеет Христианскую передачу На радио На телевидении Выпускает Передачи Вы представляете Человек Который мог бы Легко Легко Просто уповать Молча Вот вам примеры Друзья Из реальной жизни Это люди Которые живые Ходят среди нас И которые 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 не просто Писание читают Они его Исполняют Знать Как уповать На Бога И так жить Это разные вещи Знать И делать Это разные вещи Но здесь Но здесь написано В Писании Уповай И делай Добро Уповай И действуй Обязательно Служи Как хочется Чтобы сегодня Кто-то услышал Этот призыв Все кто смотрит Нас онлайн Все кто в церкви Сегодня Друзья Если вы уповаете На Бога То пора действовать Активно Жить Ради других Стоит Находить служение Стоит Ради даже твоего Упования В чем ты Ожидаешь Помощи И ответа И теперь Самый интересный Вопрос Как насчет Нас Всех нас С руками С ногами С глазами Как мы Уповаем На Бога Уповай И делай Добро Иногда вам кажется Что у меня Такая жизнь Трудная Что мне не просто Делать ничего Не хочется Видеть никого Не хочется Жить не хочется Вот именно Для тебя Написано В этом месте Писание Уповай на Бога Делай добро И живи На земле И храни истину Вот почему Первый пункт В уповании на Бога Это сознательное Твердое Первое решение Выбор Я уповаю на Бога Паника Друзья Паника Это крики И все вот эти Штучки Это просто признак Незрелости Очень не хочется Нам об этом слышать Я знаю Извиняюсь Перед вами Я преклоняюсь Прошу вас Это важно Признать Паника И крики Это незрелость Это не упование На Бога Упование На Бога Это тишина Это тишина Вот там Есть крепость Вот там Есть сила А вы уже Наверное Выбились Из сил У вас Не хватает сил Потому что Методы Не те Уповаем На Бога Но по нашему Но не по библейски Библия дает Другое определение Другое значение И смысл Совершенно Другие методы Как это работает В Писании написано Не вы меня избрали Но я вас избрал И поставил вас Чтобы вы шли И сегодня Все исполнили Это место Писания Все пришли Но дальше Через запятую Там написано Чтобы вы шли И приносили плод Плод пользу Плод служения А вот здесь Уже каждый знает Ответ Для себя Якова 4.17 Написано Кто разумеет Делать добро И не делает Тому Грех Вздумайтесь Задумайтесь Как это звучит Кто понимает Что такое добро И понимает Как его можно сделать Но не делает Тому грех Вы представляете Что человек Может убеждать себя В том Что я ничего плохого Не делаю И при этом грешить Почему? Потому что И хорошего Ничего не делаешь Недостаточно Что ты ничего плохого Не делаешь Кто понимает Но не делает Тому грех Это не я сказал Об этом пишет Священное Писание Вот как сильно Как важно И мощно Для каждого верующего Понимать Что христианская жизнь Это активный Правильный Активный Образ жизни Это не просто Хождение в церковь Раз в неделю Это не обязательно На сцене Это может быть Даже за стенами церкви Это может быть далеко Но если ты и Бог Уверены Что ты служишь Тогда Да благословит тебя Господь В твоем уповании Но если нет То тогда возможно Еще долго Придется уповать Но как хочется Чтобы это упование Твое На Бога Оно поскорее Принесло тебе Результаты И помощь 1 Тимофея 4.10 Написано Ибо мы для того Трудимся И поношение терпим Запятая Потому что Уповаем на Бога У нас в жизни Бывает чаще По-другому Ибо мы потому Терпим И терпим И снова терпим Потому что На Бога Уповаем Но там так Не написано Там не написано Так Там написано Мы трудимся То есть мы действуем Мы служим Мы что-то делаем При этом терпим Потому что Уповаем На Бога Уповаем На Бога Видите Я читал из Нового Завета То есть читал из Старого А теперь из Нового Завета Видите Как все пересекается Как все говорит об одном Как это четкое определение Священного Писания Как на практике Уповать на Бога Итак Какой второй пункт Что нужно делать на практике Служи Служи людям Обязательно служи людям Это библейское определение Второй Коринфянам Четвертая глава Первый стих написано Посему Имея по милости Божьей Такое служение Мы не унываем Прочитаем наоборот Посему Не имея никакого служения Мы Все вроде бы ясно Все вроде бы понятно Причины уныния Упования Все объясняется Все очень в Писании Объясняется Посему Имея служение Мы не унываем Почему мы не унываем На служение Смысл жизни другой Смысл жизни намного глубже Цели намного выше Я не для себя И все не вокруг меня Переходим с вами к третьему пункту Что такое уповать на Бога Пункт номер три На практике Прославляй и благодари Бога Это библейское определение Как уповать на Бога Практически Прославляй и благодари Читаем с вами Псалом 41, 6 стих Псалом 41, 6 Написано Что унываешь ты, душа моя И что смущаешься Уповай на Бога Ибо я буду еще славить Его Спасителя моего И Бога моего Во-первых Здесь описывается Состояние человека Во время упования Здесь вот видите Еще раз Подтверждается Там мысль Что люди Уповают на Бога Обычно Когда им страшно Когда они Переживают И здесь об этом написано Смущаешься Унываешь А теперь у меня к вам вопрос Скажите пожалуйста Смотря на это Место Писания Кто здесь С кем разговаривает Внимательно подумайте Кто с кем заговорил Правда нам кажется Ну Если человек сам заговорил То ему действительно плохо Правда Не так часто бывает Что вы сами с собой Начинаете разговаривать Но здесь человек Имеет диалог И беседу сам с собой Сам со своей душой И смотрите Как он аккуратно ведет Этот диалог Смотрите Как все интересно И красиво Задает себе вопросы Вопросы самому себе Вопрос это очень Такой легальный Стоит знак вопроса Что ты унываешь Что ты Что ты смущаешься Что ты переживаешь А потом Сам себе дает ответы Ну просто Гениально Правда Сам себя спросил Сам себе ответил И ответил правильно Сам признал Свой диагноз Я унываю Я боюсь Я смущаюсь А потом говорит А что ты Что ты раскис Что ты унываешь Славь Бога Славь Бога Я буду еще Славить Его За что Ты же сам Только что Признался Что ты унываешь Ты же Своими устами Сам сказал Ты боишься И вот ответ Практически Когда тебе страшно Когда больно Когда трудно Вот именно В тот сезон Обязательно славь Обязательно Славь Бога И прославляй Его В этом и есть Секрет Библейского Упования В этом и есть Сила В этом и есть Крепость Вот почему написано Давид укрепился Надеждой На Бога В своих псалмах Давид очень часто Говорит об этом Я на Бога Уповаю Зачем он это говорит Он это говорит В духовном мире Это мой выбор Это мое решение Это мой первый выбор Я на Бога Уповаю Он описывает В псалмах Давида Вы можете прочитать Это в священном писании За мной гонятся Враги восстают Я как одинокая птица Несправедливо Несправедливо И тут же он говорит Я буду славить Бога моего Воспрянь гусли Псалтир Я еще буду славить Давид Откуда ты набрался Такой теории Где ты это взял Так не работает В людях Это не работает Оказывается работает Оказывается это и есть Настоящее Библейское упование Когда тебе больно Трудно Но у тебя внутри тишина Мир Радость И покой 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 Который нам только снится Потому что мы уповаем На Бога правильно Поэтому здесь написано Не случайно Уповай Я буду еще славить Его Еще больше буду славить Кажется парадокс Логики нету Но в этом и есть Проявление Твоей веры Вот это есть упование На практике Не на словах А на практике Есть слова и знания А есть практика Вот эта практическая жизнь Христианина Она и приносит силу Крепость Утешение Каждому Кто Уповает На Бога Друзья Я вам уже говорил Что я считаю Что эту фразу Нужно не просто записать Не просто Поставить на инстаграм Как классную Такую Коут Но мы должны Этим девизом жить Всегда напоминать Друг другу Прославление Заменяет волнение Прославление Заменяет волнение Прославление Бога Заменяет Волнение И страх Поэтому Всегда помни Это принципы Нечеловеческие Это не философ сказал Это божественные Вот это то Что будет происходить На уровне Твоего духа Внутри тебя Вот то Что поможет тебе В твоей трудной ситуации Поэтому прославляй И славь Бога Так как здесь Написано Несколько примеров Из Нового Завета Иисус Христос Иоанна 6 глава 10 стих Написано И так возникло Людей около Пяти тысяч Иисус Взяв хлебы Воздав Что Благодарение А потом Раздал И всех Накормил Была большая Проблема Вы знаете Эту историю Нужно было Накормить Более пяти тысяч Людей Нету пищи Христос Молится И решение Проблем Очень чудо 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 Происходит Но обратите Внимание На молитву Не все Молитвы Иисуса Христа Записаны В Писании Я уверен Их было Намного больше Но почему-то Вот эти Попали туда На странице Не случайно Чтоб мы Все верующие Знали Какая сила Есть в благодарности В благодарности Воздал Благодарение И решилось Нужда Второй пример Вы помните Это Иоанна 11 глава Умер Лазарь Умер человек Кажется нет ничего хуже Чем смерть Близких И здесь снова Иисус Христос Решает проблему Снова беда Снова молитва И снова решение И чудо Вопрос Какой была молитва Снова мы с вами читаем Эти же Уникальные Ответы Он воздал Благодарение Сказал Благодарю тебя Отче И воскресил Человека Снова это нам Подтверждает Что благодарение Имеет силу В этом есть Проявление Нашей веры Я помню В моей жизни Иногда были Такие моменты Когда я сильно Захотел Заплакать Было очень трудно Было очень больно И вы представляете И вы представляете Бывают такие состояния Я тебя Я тебя благодарю Я тебе Я тебе доверяю Господь Я на тебя Уповаю Что-то Необыкновенное Происходит Внутри человека Который Который говорит Сейчас будет Но об этом Потому что Мы на земле Проходим Здесь школу Чтобы потом Сдать экзамен На отлично И попасть на небо Поэтому друзья Нам важно Важно Жить по этим Принципам Писания И уповать На Бога На практике Слава Давайте скажем Слава Богу Слава Богу Слава Богу За эти советы Которые дает нам Писание В его священном Писании Если вдруг У вас не хватает Может быть Чего-то не хватает В вашем уповании Вы понимаете Что вроде бы надо Но не получается Не хватает Вот один из вариантов Что может не хватать Иова 4 глава 6 стих написано Богобоязненность твоя Не должна ли быть Твоей надеждой И непорочность Путей твоих Упованием твоим Богобоязненность Страх Божий И твоя непорочность Святая жизнь Не должно ли И это быть Твоим упованием Секретом К твоему сильному Непоколебимому Упованию А что если нету Ни одного Ни другого Что если нету Дерзновения Приходить к Богу С надеждой И упованием Тогда можно К нему приходить Смело в покаянии Сказать Господь я Тот у которого Не хватает Богобоязненности Непорочности Господи Прости снова Потому что я Выбираю Уповать на тебя Еще один Вариант К чему Ведет Упование Настоящее Библейское Упование Если вы В ваших проблемах Уверены Что вы Уповаете На Бога Но у вас В характере Не хватает Кротости То внимание 1 Петра 3 глава 15 стих Написано Господа Бога Светите В сердцах Ваших Будьте Всегда Готовы Всякому Любому Требующему У вас Отчета Ответа Отчета В вашем Уповании Дать Ответ С кротостью И Благоговением Представьте Себе Что вы Пришли К человеку На посещение К тому Который Давно Не ходит Церковь Давно Обиделся На Бога Если не на Бога То на людей Точно обиделся Вы пытаетесь Как-то с ним поговорить Как-то его утешить Пригласить Назад к Богу В церковь Пытаетесь его Как-то увещевать Но человек вам Объясняет Объясняет Все тише И громче Все громче И громче Объясняет И говорит Как же это можно Так было быть Как же со мной Так поступили Как же вот она То и то сделала Как он мог это сделать Да вообще вы верующие Да пошли вы все И потом я говорю Я только на Бога Он уповает Он в людях Разочарован Он только на Бога Уповает Но при этом написано Что если это Библейское упование То написано Будь готов Дать ответ Всякому То есть любому там Любому Всякому Будете мне тут Всякие спрашивать Лезь в мои дела Будь готов Всякому Любому Дать ответ В твоем уповании И внимание С кротостью С кротостью И благоговением Вот это показатель Библейского Упования Все вот это остальное Вот эти эмоции Там Крики Это все только Я уповаю на Бога На словах А вот здесь На делах Разница Слова и дела Большая разница Поэтому Всегда помните Если бы мы его Предупредили Слушай Я тебе задам вопрос Я буду с тобой Разговаривать Я буду тебя обличать Я уверен Что ты на Бога Уповаешь Но пожалуйста Держи со всех сил Потому что написано В Писании Уповай с кротостью И будешь давать Ответы с кротостью Тогда я тебе поверю Что ты уповаешь По-библейски Упование Друзья Ведет нас К покою В Боге Деяние 2 глава 26 стих Написано Оттого Возрадовало сердце мое И возвеселился Язык мой Даже и плоть моя Успокоится В уповании Видите, друзья Не только Старый Завет Но и Новый Завет Говорит о том Что в уповании на Бога В настоящем уповании Там есть утешение Там есть радость Если у нас ни одного Ни другого Значит вопрос Как называется То, чем мы занимаемся Если мы уповаем на Бога То даже написано Даже плоть успокаивается А тем более Дух И сердце Успокаивается В уповании На Бога Мы сейчас будем с вами молиться Друзья Как хочется Чтобы сегодня Вот эти три пункта Если можно их снова на экран Как практически уповать на Бога Чтобы мы их запомнили Они нам очень-очень пригодятся в жизни Очень пригодятся Их только три Их нужно запомнить Это умышленный выбор и решение Я первое уповаю на Бога Не на словах На делах Второй пункт Обязательно служи Служи людям Обязательно служи Служи Это активный образ христианской жизни И третье Больно и трудно Благодаря и славь Бога Благодаря и славь Бога Я вам прочитал много Об уповании Теперь, друзья Осталось с Богом поговорить Честно Один на один Евреям 10 написано Не оставляйте упования вашего 10.35 Которому предстоит великое воздаяние Этому предстоит великое воздаяние Награда За упование на Бога Я хочу утешить сейчас каждого Кто проходит какую-то скорбь или печаль Если вам больно и трудно Я вас призываю во имя Христа Иисуса Уповайте на Бога Не оставляйте упования Я вас призываю к действию Я вас призываю к тому, чтобы Его славить Я вас призываю, чтобы осознать Какое мое состояние Как я уповаю Да поможет вам Господь Во имя Иисуса Христа Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok